Привет, ребята! Сегодня на уроке я хочу уделить внимание рисованию текстиля. Текстиль является неотъемлемой частью интерьера. И в любом случае при рисовании спальни, либо других помещений нам приходится так или иначе рисовать подушки, покрывала и другие предметы, обтянутые тканью. Давайте сегодня нарисуем вот эту картинку с кроватью. Основной задачей здесь будет являться рисование светлых белых подушек. Опять-таки попробуем, как прорисовывать белые подушки. Ну и немного покрывала. То есть просто поупражняемся в рисовании текстиля. Начнем мы с того, что глядя на картинку, нарисуем форму изголовья. Обратите внимание, что вы форму изголовья можете сделать какую-то свою, не обязательно ее полностью повторять с картинки. Я хорошо отношусь к тому, что если вы меняете какие-то предметы в интерьерах, которые я вам в уроке показывала, какие-то цвета, наоборот, мне даже больше не нравится, когда все точно повторено. Потому что как будто бы у вас нет фантазии. Поэтому делайте. Можете сделать прямое изголовье. Можете добавить какую-то свою резьбу. Можете даже изголовье сделать другого цвета. Допустим, я делаю коричневое, а вы можете сделать его вишневое или темно-синее. Это право всегда за вами. Ведь мы же учимся не только строить как исполнители, но также нужно мыслить творчески. А именно творчество развивается путем каких-то добавлений чего-то от себя. Так что не бойтесь, обязательно что-то меняйте. Так вот, я нарисовала форму изголовья. Теперь я рисую как бы часть матраса, на которой будут лежать подушки. И дальше буду рисовать подушки. Начну я рисовать с дальней подушки, которая у меня слева. Найду ее местоположение. И намечаю я подушки всегда сначала вот такими прямоугольными линиями. Я прорисую целиком ту заднюю подушку и только потом буду перед ней рисовать следующую. Так у нас будет логичнее и так будет понятнее, как именно они лежат. Потому что если начинать рисовать одну перегораживающую другую, можно наделать ошибок. И на будущем не запомнится, каким же образом мы укладываем подушки. Рисуем мы их сейчас здесь так крупно для того, чтобы потом, когда вы будете рисовать мелкую кровать, вы уже вспомнили примерное расположение подушек. Я обычно так хаотично никогда не рисую, рисую более четко. Но так тоже очень интересно смотрится и было бы неплохо мне и так рисовать. Для этого мы прибегаем к тому, чтобы смотреть на натуру. Натура наш главный помощник, в данном случае фотография. И срисовываем с нее. Вот вторая подушка перед дальней. И теперь идет третья, которая перед ней. Она будет еще ближе к нам. Можно стереть ластиком теперь просвет предыдущей подушки, чтобы нас не путал. Стираем лишние линии. Так. И теперь можно дальше дорисовывать вот эту переднюю подушку. Здесь чуть-чуть угол подправлю. Дальше давайте нарисуем вот эту подушку, которая справа. Она чуть выше, у нее уголок будет торчать чуть выше левой дальней. И будет перекрывать ее, то есть будет впереди. Здесь у нее будет заваленный угол. И мы можем сводить эскиз на нет. То есть справа к краю эскиза мы не будем прорисовывать. Мы там можем не заканчивать подушку, не заканчивать кровать. Тем самым проработаем методику того, чтобы сводить эскиз на нет. Перед той подушкой впереди идет еще одна. Она лежит уже более прямо. И вот мы ее здесь закончим. Вот. В целом сейчас все подушки у нас на эскизе есть. Сотрем лишние линии. И чуть-чуть прорисуем еще передний план. Так, это подушка, которая с рюшами. Ее завершаю. И перед ней будет еще небольшая подушечка, на которой будет декор из роз сделан. Самая маленькая подушка, самая ближняя к нам. Для чего мы рисуем все так крупно? Для чего мы рисуем такие крупные текстуры, такие крупные подушки, кровати? Потому что, как правило, это не требуется в рисовании интерьерных скетчев, такая крупная проработка. Только если вы не дизайнер по текстилю и не хотите клиенту показать, какие у него будут подушки на кровати лежать все вместе. Как правило, мы рисуем целиком интерьер. И там все это гораздо мельче. Но, чтобы потом быстро и уверенно нарисовать мелкое, нужно проработать в себе в памяти более крупное рисование. Дальше на переднем плане намечаем покрывало. Покрывало такие заломанные складки. Оно перевалено у нас через изножье. Мы тоже сейчас изножье наметим. Иначе будет непонятно, каким образом лежит покрывало. Можно сделать изножье повыше, как оно на фотке, либо пониже. Мы тут уже можем сами регулировать. Его форму. Форму изножья мне нужно будет прорисовать целиком. Наверное, насквозь. Чтобы я поняла, как на него завалить вот это вот покрывало. Потому что сейчас непонятно. Там оно явно завалено через изножье. Вот. Поэтому мы так вот сейчас прочертим. Насквозь за покрывалом форму изножья. Так вот. Тут оно будет чуть-чуть изгибаться так. И потом пойдет какой-то выступ более объемный. Допустим, вот так. Это то, что мы там будем не видеть. Это будет за покрывалом. Ну вот, приблизительную форму я себе там прорисую. Замечу, что оно отличается, безусловно, от той, что на картинке. Да, то есть это уже я добавляю от себя. И здесь покрывало. И розочки на покрывале. Мы будем учиться рисовать покрывалые подушки не фотореалистично. Такой задачи в скетчинге тоже нет. Не устаю повторять, что скетчинг – это быстрое рисование. И нам нужно передать идею быстро, графично и красиво. Если вы хотите фотореалистичность, то для этого есть опять-таки 3D. Либо можно и в скетчинге сделать фотореалистично, но это займет очень много времени, которого обычно нет. Поэтому учимся передавать объем и текстуру ткани быстро. Быстро, понятно и, безусловно, красиво. Теперь берем маркеры. Начну с цвета изголовья. Я возьму менее шоколадный оттенок, чем на фотке. Не то, что у меня его нет, он у меня есть. Но вот хочу взять такой вот более цвет ореха. При рисовании текстиля очень хорошо иметь маркеры с наконечником браш. Особенно, если мы рисуем подушки и шторы. Оно помогает. Без маркеров браш совершенно спокойно так же можно все нарисовать. Это не основное условие, ни в коем образе. Но, конечно, было бы неплохо купить себе хотя бы несколько маркеров с наконечником браш. Холодных или теплых серых оттенков, которые в любой цвет можно добавить и более живые линии получаются. Как будто кисточкой рисуем, как вы видите, собственно, сейчас на экране. Изголовье я заливаю в хаотичном порядке, показывая неоднородную текстуру ткани. Можно заливать его и наконечником браш в данном случае, и наконечником толстым. Главное, я хочу сделать переход из цвета изголовья в белую бумагу. То есть сделать переход на нет. Это не самая простая задача. И очень быстро у вас это вряд ли начнет получаться. Это приходит с практикой. И тут даже я не могу вам объяснить теорию, как это сделать. Сама с этим долго мучилась. И клиенты, которые просили сделать такую легкую заливку, где-то есть, где-то нет, мне это было очень сложно. Вот когда я уже хорошо научилась рисовать четкую прорисовку, потом я уже стала позволять себе какие-то недоделки. Сейчас я заливаю само из ножья, там, где у меня не перекрывает его покрывало, заливаю одним и тем же коричневым цветом маркером. Сейчас я рисую маркером Копик Чао. Я купила себе несколько для теста. И скажу вам откровенно, они мне понравились, хотя цена мне у них совсем не нравится. Но, в принципе, Копик Чао стоит в районе 300 рублей. Когда я начинала покупать только маркеры Тач год назад, они тоже столько же стоили. В принципе, наконечник похож. Но, вот как он работает, мне очень понравилось. Поэтому я себе Чао еще докуплю. Потому что маркеры Копик Скетч тоже, да, имеют наконечник Браш, но они стоят еще дороже. Поэтому это вполне неплохая альтернатива и красивые цвета. Купила всего три штуки и один цвет, тоже вам сейчас его покажу. Вот как раз в кадре его видно. Он Е40, такой молочный. Он практически белый, но не белый. И при рисовании белых подушек нам он очень с вами поможет. Вместо него совершенно спокойно нам подойдет также Warm Grey 1, либо Cool Grey 1. То есть самый светлый серый. Сейчас я прорисовываю цветочки, как бы жаккард, которые у нас на ткани, которым обито изголовье и из ножей. Тоже рисую их от себя, не придерживаясь картинки. Показываю то, что на изголовье есть рисунок. Я показываю вам, как сделать быстро и показать эффект текстуры ткани с рисунком. Теперь золотая рамка изголовья. Сначала я ее рисую приглушенным охристым маркером. Потом могу добавить золотистый желтый, чтобы сделать более яркий этот желтый цвет. Лучше не берите очень кислотно желтый, либо совсем легонечко его добавляйте на охристый, чтобы не было эффекта детскости. Потому что такие яркие открытые цвета в интерьере лучше не использовать. Только в сочетании с чем-то. Теперь возьмем цвет для покрывала. Это может быть розоватый, бежеватый оттенок. Можно будет несколько сочетать. Там он розовый, такой чайный розы. Я пока возьму телесный цвет. Я его использую порой для рисования открытых частей тела в фэшн скетчах. И залью покрывало основную массу цвета приблизительно по форме складок. Складки тоже хорошо бы повторить то, что у нас есть на фотографии, но можно упростить. Наша задача быстро и эффектно. Не забывайте об этом. Можно и три дня рисовать эту картинку и сделать лучше, чем на фотографии. Никто этого не отрицает. Но смотря какая стоит задача. Очень часто сталкиваюсь с дизайнерами, которые жалуются, что да, они научились рисовать классно, но у них это занимает три дня. Три дня обычно никогда нет, особенно если надо 10 эскизов нарисовать. А клиент ждет. Так что учитесь рисовать быстро. Но от этого не должно сильно страдать качество. Все равно картинка должна быть стильная. Вот видите, какие сложные в принципе задачи стоят перед визуализатором. Быстро, красиво, реалистично, эффектно, контрастно. Очень много всего нужно учитывать. И так я залила основные пятна покрывала. И опять-таки скажу, что все это приходит с практикой. Вот 10 таких картинок нарисуйте. Все будет получаться гораздо быстрее и легче, чем в первый раз. Ну так всегда. Я думаю, что дойдя до этого урока, вы уже понимаете, что те знания, которые у вас были при рисовании кубиков на первом уроке и которыми вы владеете сейчас, это уже совершенно два разных человека. Теперь начнем заливать подушки. Я взяла Варм Грей 2, наконечник браш. Либо нет браш, берите толстый наконечник лопатку. И заливаю теневые части белых подушек. Наша задача в этом эскизе передать белый цвет подушек. С белым цветом у меня тоже, как у начинающего художника, несколько лет назад была подобная проблема. Я не могла, так же, как и многие из вас, нормально нарисовать мрамор. Мне на это потребовался, наверное, не один год. Хотя и так я его рисовала, и он был похож, но так легко, как сейчас, это не получалось. То есть, все же с практикой. Так же и тут. Где вот эта граница между серым и белым? И как показать, что подушка белая, но при этом объемная? Мы на картинке также видим, что белая она только частично. Остальная ее часть серая. Назовем это так. Для теплоты картинки я здесь использую теплый оттенок серого. Можно использовать холодный. Будет такое более холодное впечатление. Маркер я сейчас взяла в Arm Grey 2. Можно взять в Arm Grey 1. Бывает еще в Arm Grey 05. Тогда можно создать еще более мягкий переход. На передней подушке рисую узор. Она такая немного фактурная, как будто бы в полосочку. И на полосочке идет как будто бы рисунок елочкой. И я его немного прорисовываю. Если вы рисуете маркером без наконечника браш, то эти полосочки можно рисовать и тонким наконечником. Наконечником пулей. Не надо прорисовывать узор везде. Нужно немного его наметить. Но мы не рисуем с вами задание, тень задания на пошив ткани. Поэтому мы должны передать, что есть текстура. Но прорисовывать полностью не нужно. От этого на самом деле мы скетч только испортим. На этой подушке показываю рюши. То есть как будто там сборка. Показываю ее вот такими засечками. И безусловно продолжаю слой за слоем. Одним и тем же маркером. Либо можно взять чуть потемнее. Даку грей 3. Ой, варм грей 3, пардон. И уплотнять тень. Тут у нас будут розочки. Тоже розочки схематичные. Показываю теневые части. И подчеркиваю еще с краю слева тени у подушек. Это на 1 тон темнее. Варм грей 3. Можно сказать по тем же линиям подчеркиваю складки. По тем же самым просто чуть-чуть потемнее. И сейчас я уже возьму еще более светлый маркер. Как раз мой вот копик из новых. И сделаю переход от вот этого серого в тени до белого на свету. В идеале, да, здесь вам взять варм грей оттенок светлый. То есть взять здесь 0,5. А пока я взяла варм грей 6. То есть еще более контрастный оттенок того же цвета. Которым тут не мешайте, пожалуйста. То есть кул грей и варм грей мы не мешаем. Если нет варм грей 6, возьмите варм грей 5 или варм грей 7. А если нет таких темных, то потом вот эту обводку, которую я сейчас делаю, все-таки даже это можно назвать скорее тонкой обводкой, можно будет сделать при помощи линера. Потому что я сейчас делаю подчеркиваю обводку и отлепляю подушки от изголовья. Делаю более глубокие тени. Не забывайте, что свет у нас падает справа. Следовательно, все самые глубокие тени будут слева от предметов. Также на покрывале, начиная немного прорисовывать складки и стяжку. То есть стеганая такое вот тут явно на переднем плане у нас уголок. Там идут достаточно контрастные такие темные складки на светлом розовом покрывале. И по большей части половина этого покрывала на фотографии выглядит уже темно. Немного подчеркну розочки. И контрастные тени. Теперь возьму цвет такой припыленный розовый у меня есть. И его также добавлю в покрывало, чтобы придать ему более розовый оттенок. У меня он пока более персиковый. По форме движения складок я наношу мазки. И также на декоре подушки, где розочки присутствуют вот этот цвет. Опять беру контрастный теплый серый маркер, которым мы делали тени. То есть это warm gray 5, 6, 7, которым мы подчеркивали самые глубокие тени от подушек. И также здесь я вместо линера обвожу изголовье. Легонечко-легонечко. Где-то линия, видите, не провелась. Где-то я ее не довела. Совсем едва-едва касаясь тоненьким кончиком. Если вы не уверены в своей руке, то лучше возьмите тонкий линер. И не надо маркером обводить, потому что нам не нужен здесь эффект раскраски и какая-то толстая грубая линия. Едва-едва касаясь кончиком маркера мы делаем эту обводку. Сейчас подчеркну вот эти клепки, которые я только что темным сделала. Для этого я возьму замазку. А можно взять белую ручку. И на каждую клепку я добавляю белую точку. Как бы подчеркивая блик на клепке. И также на изножье, где я немного вижу открытую часть деревяшки, тоже добавляю клепки. Такие элементы добавляют пикантности и больше эффект проработки. Также можно в розочки добавить тоже белые тычки и добавить пару складок белых на покрывал. И розочки. Если вы где-то форму подушки испортили, так же можно при помощи белого маркера, белой замазки поправить и дорисовать. То есть, учитывая то, что подушки белые, мы здесь совершенно спокойно можем замазкой дорисовывать белые части, которые у нас случайно заехал темный маркер. Теперь как раз делаю вот этот переход из серого в белый. То есть, как вы видите, маркер вот этот практически невесомый, но не белый. И вот я делаю более плавный переход от теневой части подушки к белой. Белые обязательно тоже оставляю. Самые светлые части должны быть белые. Но белые это не белая бумага. Так что какой-то вот очень светлый маркер обязательно рекомендую купить. В магазине, может быть, даже его и не видно. Этот маркер я, кстати, покупала не в магазине. Мне кажется, если бы я в магазине его попробовала, я бы его даже не взяла, потому что на бумаге бы не увидела результата. Я его заказывала через интернет, но, в общем-то, не прогадала. Хороший цвет получился для рисования белых предметов отличный. Также он может пригодиться для рисования стекла и зеркала. Опять возьмем варом грей 7 и еще углубим тени. Легонечко-легонечко касаясь кончиком маркера. И добавляю глубины в теневые участки. Главное не переборщить и не обводить все, иначе будет раскраска. Потом, в самом конце, мы обязательно добавим тонкую обводку тонким линером. Но, в принципе, и сейчас смотрится очень нежно и деликатно, и без линейной проработки. Замажу вот этот белый угол варом грей 2 на изножье, который у меня получился в виде кляксы. Также добавлю чуть-чуть более серый оттенок в изголовье. Если вы хотите как-то в целом увидеть свой эскиз, вы его отдаляйте от себя. Или вставайте, или отходите от него подальше и смотрите со стороны. Тогда вы увидите, где не хватает объема. И сможете его добавить. Потому что, когда мы смотрим постоянно вот так вот сверху, глаз замыливается, мы уже начинаем не видеть чего-то. А поэтому, если кто-то чужой подходит, он сразу видит. Или, если вы уже не видите, вы мне отправляете, я вам пишу, на что я обратила внимание. Вот, чтобы вы сами это видели, отставляйте, отходите и смотрите с расстояния 2 метров. 2 метров на свой эскиз. Тогда вы будете лучше видеть ошибки, либо какие-то недоделки, которые вы можете потом поправить. Еще розоватый добавлю. Цвет покрывала. Его хочется еще как-то украсить. Можно взять еще пару цветов, либо какой-то темный, для проработки складок темных. Сейчас я взяла Blue Grey 5. Это такой голубовато-серый цвет. То есть, не просто холодно-серый, а с синеватым оттенком. А вообще, в идеале, мне бы сюда какой-то сиреневатый, вот такой темно-розовый оттенок. Но такого у меня нет. Либо сейчас я посмотрю что-нибудь. В принципе, вот это для глубоких теней тоже подойдет. Можно взять какой-то припыленный, припыленный виноградный цвет, вишневый цвет. В общем, какой-то серо-фиолетовый. Если есть, сейчас я посмотрю у себя тоже в палитре, какой цвет можно попробовать добавить. Вот такой вот я нашла спокойный оттенок и немного его добавлю в тень. На переднем плане хочется больше контраст. Поэтому мне хочется добавить какой-то, скажем так, темно-темно-розовый сюда в складки. И в самые глубокие места также. Вот я уже как бы от себя придумываю тут какие-то складочки. Не ориентируясь на картинку. Опять возьму свой розовый. Еще чуть-чуть его добавлю. И чем больше слоев там одного и того же маркера я наношу, как вы видите, он становится плотнее. То есть изначально вот этот светлый и розовый цвет и сейчас, который уже в несколько слоев сработан, уже смотрится совсем по-другому. Хочу показать падающую тень от кровати на стену для придания объема. Иначе получается какая-то вырезанная кровать. Не забывайте, пожалуйста, про это. Мне часто присылают ученики работы. И показывают вот, что у меня получилось. Мне кажется, что детско. Почему детско? Потому что вы боитесь использовать более грязные цвета и показывать падающий тень. Вот посмотрите сейчас разницу. До того, как была вот эта тень от кровати налево и без нее. Вот вроде мелочь. Всего 2-3 мазка. И уже от этого появляется объем. Уже появляется ощущение пространства. Вот такие мелочи обязательно в рисовании. Нужно учитывать, что это мелочь, но это далеко не мелочь. Теперь я взяла 0,5 коричневый линер и немного прорисую им графику. Обведу по контуру изголовье. Можно подчеркнуть какие-то отдельные клепки. Подчеркнуть резьбу на раме, обрамляющей изголовье. И подчеркнуть немного форму подушек. Не везде, не по всему периметру. Лучше с теневой части. Можно подчеркнуть поярче складки. И к форму. Заломы. Чтобы подушка не сливалась с изголовьем. Добавить может быть еще также линером какую-то текстуру ткани. Подчеркнуть глубину складок. Коричневый взяла не черный, но чтобы полегче чуть-чуть было. Либо можно взять черный, но тогда не 0,5, а 0,1. Здесь прорисую из ножья. Это передний план, поэтому тут мы не можем совсем размазанно его показывать. Еще раз складки на покрывале. Самые темные можно также подчеркнуть и при помощи линера. Подушки отделяем от изголовья. Подчеркиваем и сразу опять оно выходит. Подушки выходят на передний план относительно изголовья. За счет контраста белого и темного. Теперь возьму более толстый линер браш и самые темные кляксочки. Самые темные места проведу брашем. Вместо того, чтобы штриховать самые темные места, я могу взять браш. Он более густой и делает более жирную заливку. Сейчас после браша возьмем наоборот. Самый тонкий линия. Самый тонкий это 0,05. И им прорисуем наиболее тонкие моменты. Я думаю, что нужно прорисовать тонким линером вот эту текстуру на подушках, которые у нас сейчас в полосочку. Подчеркнуть совсем легонечко, видите, практически незаметными штришками. Здесь рисуем. Ну и вот. Я считаю, что на этот эскиз достаточно. Видно, что светлые подушки. Виден их объем. Так что вот так. Надеюсь, вам понравилось. И у вас получится не хуже. Жду вашей работы. На сегодня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok